Экономика. Бизнес. Финансы. Программа «Экономика». Содолженности перед бюджетом приходится на ИП, которые не отчитывались с 2014 по 2016 годы. Все это время пенсионный фонд им начислял повышенные взносы. Налоговая сейчас предлагает таким предпринимателям своего рода амнистию. Она уменьшит в 8 раз сумму долга, если до конца года ИП отчитаются за прошлые годы. Иначе налоговая направит документы на взыскание долгов в их нынешнем размере. Программа «Экономика». Крик закончил полугодие с долгом в 14 миллионов. Об этом заявил временный руководитель ипотечной корпорации Василий Белоглазов на суде по делу своего предшественника Виталия Шмакова, пойманного на взятке. По словам Белоглазова, кредиторская задолженность Крика за первый квартал 640 миллионов рублей, дебиторская почти 500. По сведениям издания «Репортер» сейчас у корпорации арестованы все счета и часть имущества по исполнительным листам. В том же судебном заседании была озвучена информация о долгах Крика перед фирмой граждан Римстроя и попытки разобраться с которой закончились делом о взятке. Их сумма превышает 50 миллионов рублей. Чтобы рассчитаться, корпорация планировала передать граждан Римстрою 43 квартиры в строящемся доме на улице Арджиникидзе. «Экономика» на 101 АФМ. Кировская область получила деньги на развитие театров. Их выделило федеральное правительство на творческую деятельность, а также оснащение детских и кукольных театров. В нашей области выделена субсидия более 3,5 миллионов рублей. Всего по стране распределено 220 миллионов. Средства планируется выделить уже в этом году. Такая господдержка регионам предоставляется впервые. Как будут израсходованы деньги в Кировской области, не уточняется. В завершении валютах доллар снизился на 7 копеек и стоит 57,27. Евро подешевел на 10 копеек. Официальный курс сегодня 67,36. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 АФМ. Ольга Болезина, новости экономика, новости экономики в Кировской области. Продолжение следует...